Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. Смотрите сегодня в выпуске. Старым аэропортом новые имена. Альметьевцы выбирают имена для двух воздушных гаваней республики. Шишкин. Люблю картины Шишкина. Более 6,5 тысяч километров насосов. Второе место на российском рынке и поздравление президента. Завод «Алнас» отметил 40-летие. Это самое современное мирового уровня производства. Знания, правила, внимания и осторожность студентам нефтяного института напомнили, как должны себя вести участники дорожного движения. Нарушение правила проезда на запрещающий сигнал светофора. 1650. По всей России проходит акция в рамках проекта «Великие имена России». Конкурс уже на четвертом этапе. С 12 по 30 ноября проходит финальное голосование, к которому может присоединиться каждый. В Татарстане имена выбирают для двух международных аэропортов. В Казани и Нижнекамске для Казанского аэропорта предлагается три кандидатуры. Писатели Габдула Тукай, Муса Джалиль и авиаконструктор Андрей Туполев. Безусловный лидер Тукай почти 46 тысяч голосов. На имя аэропорта, который сейчас называется «Бегишево», претендует ученый-химик Дмитрий Менделеев, композитор Салих Сайдашев, художник Иван Шишкин и советский государственный деятель Николай Лимаев. Он-то и лидирует по результатам голосования – около 21 тысячи голосов. Мы поинтересовались у жителей Альметьевска, кого выбирают они и почему. Шишкин. Не знаю, почему-то он. Шишкин. Люблю картины Шишкина. Шишкин, потому что он мне нравится. Между Менделеевым и Сайдашевым. Сайдашев все-таки тоже национальный композитор. Ну пусть тогда Салих Сайдашев. Проголосовать можно на официальном сайте конкурса и в социальных сетях, или позвонив на горячую линию. А также вручную заполнив печатную анкету в газете, на вокзале, в аэропорту или даже на борту самолета. Результаты конкурса «Великие имена России» будут объявлены 5 декабря. Один из крупнейших в России производителей полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи нефти завод «Алнас» в этом году отмечает свой юбилей. В торжественном мероприятии, приуроченном к 40-летию завода, приняли участие почетные гости. В том числе президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов. Подробности далее. На торжественное мероприятие, посвященное юбилею «Алнаса», приехал президент Татарстана Рустам Мениханов и другие почетные гости. Они осмотрели производственные цеха «Алнаса» и ознакомились с результатами масштабной модернизации. С 2011 по 2017 год на заводе обновили литейное, механообрабатывающее, закалочное и испытательное оборудование. Это самое современное мирового уровня производства. У меня нет никакого сомнения, что у нас хорошая перспектива. Я хотел поблагодарить, Андрей Ильич, вас, ваших коллег за ту системную работу и модернизацию производства, и подготовку специалистов, и наш колледж, который мы вместе создали. Это хороший задел на будущее. За благотворную работу и большой вклад в развитие машиностроительной отрасли республики коллективу «Алнаса» была объявлена благодарность президента Татарстана. Мы рады, что в этом зале сегодня собралось руководство республики, что собрались ветераны, наши работники и молодежь. Этот сплав поможет нам идти дальше. 19%, о которых говорил Руслан Нургалевич, это сегодняшний успех. Мы должны прийти к будущему, к нашему будущему успеху. И, конечно же, те программы по экспорту нашей продукции, которые мы развиваем, которые получат в ближайшее время свое продолжение, выведут предприятие на серьезного лидера отрасли. Поздравляю вас! Завод «Алнас» является одним из крупнейших комплексов металлургии. Порядка двух тысяч человек работают на рабочих производственных местах. Хороший, сильный молодежный комитет, высокий уровень производства, хорошая специальная программа поддержки города. Рустам Мениханов вручил работникам «Алнаса» правительственные награды. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ляис Идрисов и инженер-механик Иван Мелешкин. Почетного звания заслуженный машиностроитель Республики Татарстан удостоен электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Олег Мадьяров. Сегодняшняя награда – это заслуга не только моя, это заслуга моих коллег. Я благодарен коллективу за ту высокую оценку, которую они дали мы этим выдвижением, моему скромному вкладу в становлении и развитии завода. Я работаю на заводе более 30 лет и если мой труд замечен, значит годы прошли на заводе не зря. Я благодарен руководству завода, коллективу за столь высокую оценку моего труда. Торжество продолжилось праздничным концертом. На сцене выступили воспитанники школы вокального искусства Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского. За 40 лет завод «Алнас» выпустил около 270 тысяч насосов. В длину это более 6,5 тысяч километров и чуть больше радиуса земли. Сегодня «Алнас» – это современное и модернизированное машиностроительное предприятие, занимающее второе место на российском рынке установок электроцентробежных насосов. С момента выхода на международный рынок завод поставил оборудование в 21 страну мира. Однако «Алнас» известен не только производственными успехами, но и активной социальной и благотворительной деятельностью. Ежегодно завод финансирует развитие образовательных, культурных, спортивных проектов. Деятельность Альметьевской «Дюсыш по футболу» и микрорайона ТОС-17 города Альметьевска, а также проводит в республике театральный благотворительный фестиваль «Снежность». В календаре ноября есть День памяти жертв ДТП. Его принято отмечать акциями и профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения. Студенты Альметьевского государственного нефтяного института сегодня встретились со специалистами в области безопасности жизнедеятельности. О чем рассказали и что показали молодежи, узнала наш корреспондент. Еще до начала мероприятия для студентов была проведена викторина на знание знаков и правил дорожного движения. А на входе каждому вручили тематические памятки и белые ленты в знак памяти жертв ДТП. Когда студенты заняли свои места в актовом зале, им показали тематические видеоролики. В них говорилось о том, что пешеходам важно не только соблюдать правила дорожного движения, но и всегда быть на чеку. Даже если вы переходите дорогу в положенном месте и на разрешающий сигнал светофоры, это еще не стопроцентная гарантия безопасности, поскольку нередко и водители нарушают правила. Так, за первые полугодия 2017 года всего выявлено административных нарушений 35 513. Основные из них это управление нетрезвым состоянием 125, нарушение правила проезда на запрещающий сигнал светофора 1610, выезд на полосу встречного движения 419. За 9 месяцев этого года на дорогах Альметьевского района было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек погибли и 161 получил различные травмы. В 20 авариях пострадали дети. За прошлый год, в 2017 год, было 22 выезда, спустено 11 человек, извлечено погибших 22 человека. Также перед студентами выступили директор автошколы и психолог. Они тоже говорили о важности соблюдения правил дорожного движения. А еще в знак памяти жертв ДТП по улицам города проехал эвакуатор, на котором был установлен искореженный в аварии автомобиль. Как напоминание для всех участников дорожного движения о том, к чему приводит беспечность. Елена Мардауншина, Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ Комплекс лекций, тренинги, мастер-классы, занятия по ораторскому искусству – все это включает профильная смена Доброшкола. Сегодня она открыла свои двери в четвертый раз. На базе санатория-профилактория «Голубое озеро» профильную смену организует общественная организация, волонтеры Альметьевска и Управление по делам детей и молодежи. В этом году на участие в смене подали заявки более 200 ребят, 100 стали участниками смены. Занятие в Доброшколе – это уникальная возможность для добровольцев улучшить свои навыки и возможности, научиться общаться и разносторонне развиваться. Коллеги-волонтеры из Нижнекамска, Казани и Альметьевска выступят перед ребятами и расскажут о том, как работать в команде, проведут тренинги и мастер-классы на сплочение. Расскажут о создании и реализации проектов и проведут занятия по ораторскому искусству. Я считаю, данная смена развивает не только в качестве волонтера, участника ребенка, а в плане именно личностного роста. То есть ребенок для себя приобретает какие-то умения, которые он может реализовать в дальнейшем. В дальнейшем мы с ребятами проводим различные акции городские, в том числе и городские мероприятия. Для этого им нужно знать основные направления, основные компетенции, которые они могут у нас здесь получить и в дальнейшем применять. И к новостям спорта. Продолжается 15-я спартакиада медицинских работников. С сентября по мае ее участники соревнуются в 11 видах спорта. Сегодня в спортзале школы номер 21 встретились волейбольные команды семи медучреждений города. Подробности в материале Ангелины Хабибулиной. На волейбольной площадке шесть женских и семь мужских команд. В каждой команде медсестры, фельдшеры и врачи. На своем рабочем месте каждый из них избавляет людей от различных недугов. А здесь они активные спортсмены, почти профессионалы. Это позитивный заряд. Это привлечение молодежи. Наши доктора, вот я с вами смотрю, очень много молодежи, это очень отрадно. Правила игры для всех участников одинаковые. Игра каждой команды длится до 15 очков. А те команды, которые выйдут в финал, играют до 25 очков. Выигрывает тот, кто лучше тренируется, кто готовится, кто раньше занимался, кто-то играл в учебных заведениях, в школах. Почему спорт – это здорово, медики показывают на своем примере. На протяжении шести лет врач общепрактики Фавзия Фаткулина принимает активное участие в спартакиаде. Спорт, признается, она положительно влияет на работу и заставляет двигаться дальше. Ну и, конечно, кто, как не сами медработники, подадут хороший пример своим пациентам. Ежегодно у нас проводятся эти соревнования среди медиков. Я считаю, что это правильно. Во-первых, те эмоции, которые мы получаем на этих играх, в общем-то, они, знаете, на целый год греют. Хочется работать, хочется заниматься спортом. Спорт, он должен играть главную роль в жизни каждого человека. Протекиада продлится до мая. Победители сегодняшних состязаний получат грамоты за участие. По результатам всех видов соревнований будет сформирована сборная, которая выступит на республиканских соревнованиях. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В селе Нижнее Ошма Мамнадышевского района состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе. Альметьевск представляли шесть воспитанников школы Олимпийского резерва отделения вольной борьбы. Альметьевский борец Раван Гусейнов стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 54 килограмма. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 271 спортсмен из Москвы, Самарской области, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Башкирии и Республики Татарстан. В Казани состоялись всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года по греко-римской борьбе. Альметьевский борец Сергей Надежин стал бронзовым призером в соревновании в весовой категории 97 килограммов. Сергей занимается в спортивной школе Олимпийского резерва. И в завершении выпуска «Время творить и созидать» творческий конкурс для школьников продолжается. От них мы ждем идеи по решению экологических проблем. Это условия конкурса «Созидание и творчество». Проект проводит наша телекомпания и департамент экологии. Работу ждем на почту департамента. Укажите в теме письма по метку «Конкурс». Зима, по всей видимости, окончательно вступила в свои права. Сейчас узнаем, какой будет погода на выходных. Субботу, 24 ноября, в Альметьевске будет облачно. Ожидается снег, температура воздуха ночью – минус 12 градусов, днем – минус 3 атмосферное давление, 747 мм тутного столба. В воскресенье, 25 ноября, в Альметьевске будет облачно. Ожидается снег, температура воздуха ночью – минус 4 градуса, днем – минус 3 атмосферное давление, 747 мм тутного столба. Напоминаю, что посмотреть новости Альметьевска и другие передачи вы можете на нашем сайте. Там вы найдете полные выпуски наших передач, отдельные видеосюжеты и материалы, которые не вошли в эфир. На сегодня у нас все сразу после новостей. Смотрите «Эльмет Хаберлерэ». Гульнас Гизатулина подведет итоги недели. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин